Добрый день! Сегодня нахожусь в здании Чуд. Пришел я сюда в воскресенье поучиться, потому что в библиотеке сегодня работает только один этаж, и там она набита людьми просто. Сюда вы можете попасть по вашей карте студента, и есть несколько аудиторий, в которых у вас есть также доступ по карте студента. Пока есть возможность, покажу вам примечательные лифты. Они работают только на буднях и просто ездят без остановки, и вы в них запрыгиваете. То есть нет дверей никаких. То, что я показывал, это вид на главную улицу между двумя университетами. Впереди это Чешский химическо-технический университет, и это, соответственно, здание Чуд, которое не особенно красивое, но это не особо важно для технического университета, я полагаю. И сегодня я хотел рассказать о разнице в образовании в Чехии и в России. Первое, что стоит помнить, это разница в оценках. Единица здесь – это лучшая оценка, пятерка худшая. И в университете это оценки от F до A. F от A не сдал предмет, и A это сдал, соответственно. И вещь, которую не понимают многие русские студенты, и я не понимал, когда поступало, это кредиты, в которых на самом деле ничего сложного нет. Это просто оценка сложности предметов в часах. Один кредит – это приблизительно 25 часов работы на лекциях, практических занятиях и дома. И такие сложные предметы, как линейная алгебра, вероятность и статистика оцениваются в 7-8 кредитов. Такие предметы, как английский язык, какая-нибудь физкультура, оцениваются в 1-3 кредита. Лучшая вещь в европейском образовании, которой стоит упомянуть, – это отсутствие предметов не по специальности в обязательной программе. То есть, если вы поступаете в технический университет, то у вас не будет никаких гуманитарных предметов, кроме английского языка. Возможно, в некоторых университетах английского нет, но в ЧУД у вас есть обязанность сдать английский на уровне B2. Но вам не нужно записывать для этого никакие предметы, то есть вам нужно записать… Единственное, что вам нужно сделать, это записать экзамен и сдать его. Вы можете выбрать какие-то курсы, которые предлагают ЧУД. Или есть еще возможность, если у вас есть, например, какой-то сертификат, там TOEFL или IELTS, то просто его принести, и вам засчитают экзамен B2 на A. Или там, в соответствии с вашим уровнем, не знаю, как это делается. И второе, что я хотел сказать, это то, что вы в европейском образовании, не знаю насчет европейского, но в Чехии вы составляете расписание самостоятельно. То есть у вас есть программа на все ваше обучение в бакалавриате, какие-то обязательные предметы, которые вы должны закончить. И у вас есть возможность эти предметы выбрать в любом семестре. За исключением того, что какие-то предметы являются требованием для каких-то следующих предметов. Например, чтобы у вас была возможность записать машинное обучение, вам нужно закончить праведеподобность и статистику. И преимущество такого подхода в том, что это достаточно сильно повышает способность студента планировать свое время, и вы более вовлечены в обучение, на мой взгляд. Потому что вы сами выбираете, к каким учителям вам ходить, в какое время вам ходить, если у вас есть такая возможность. Потому что зависит, если вы сможете выбрать, например, учителей, которых вы хотите, от ваших оценок. Потому что первые к доступу к составлению расписания первые получают студента с лучшими оценками. За исключением первого семестра. Покажу вам здание библиотеки. Какая здесь рядом. Так она выглядит. Она в двух шагах находится. Это техническая библиотека Чешской Республики. В двух шагах от чего-то находится. От главного здания Надавицкой. И там я провожу большую часть своего времени свободного в подготовке к предметам. Говорил я о расписании. Да, то, что вам дают доступ к расписанию в зависимости от ваших оценок за предыдущие семестры. Лучшие студенты получают этот доступ как первые. И у них есть возможность выбрать любого учителя, потому что места еще не заняты. И затем места какие-то исполняются на практических занятиях. И, соответственно, студенты с худшими оценками получают худших учителей или просто худшее время. Если вы учитесь хорошо, то вы можете напихать, например, все до двух дней. И в некоторых семестрах это возможно даже. Что вы напихаете все предметы до двух дней, и у вас будет пять выходных на неделю. Да, и еще насчет того, как выбирать учителей. Здесь есть анкета студентов, которую студенты по желанию выполняют после предметов. Ой, после того, как семестр закончен, после того, как они закончили какой-то предмет. Они пишут свой отзыв об этом предмете, что им нравилось, что не нравилось. Отзыв об учителях. И таким образом поддерживается качество образования. И, например, когда вы выбираете себе какого-то учителя, вы опираетесь в основном на эти отзывы об учителях. Иногда, к сожалению, выбора нет. Когда, например, то есть лектора вы не выбираете, лектор всегда выбран кафедрой. Если вам с ним не повезло, то есть вариант это, не знаю, не ходить на лекции, например, и изучать предмет самостоятельно. Таким же образом вы составляете расписание во время сессии своих экзаменов. И здесь преимущество очевидное. Преподаватель выписывает просто какие-то сроки, в которые он будет принимать экзамены. Например, пять дней в течение месяца. И вы можете все экзамены, например, записать на первую неделю сессии и попытаться все это сдать, либо раскидать на каждую неделю в месяц. Или просто если вы, например, записали себе предмет, и потом понимаете, что вы не успеваете к нему подготовиться по каким-то причинам, то вы можете просто перенести срок сдачи на следующую доступную дату. То есть составление расписания в семестре и составление расписания экзаменов, оно очень гибкое и позволяет вам лучше планировать свое время и повышает качество обучения в целом, я считаю. Да, по поводу кредитов, не помню, если я сказал, то, что вам нужно набрать 180 за время обучения в бакалавриате, и в каждой семестре есть ограничения в 20 кредитов, или вас отчислят. И в первом семестре это, по-моему, 15 кредитов. Наверное, на сегодня я на этом закончу. Можете посмотреть еще раз на эти окна. Спасибо за просмотр и до встречи.